Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Шуморо, и добро пожаловать в игрушку под названием Dead Quest, или симулятор папочки, который очень сильно любит своего ребёночка. Но насколько сильно он любит своего ребёночка, мы сейчас проверим, потому что та дичь, которую я прочитал в описании, как-то не соответствует любви папочки к ребёнку. Но давайте проверим, ребята, что из этого будет происходить. Нажимаем кнопочку New Game и смотрим, что здесь такое. Take a look at this child. Посмотрите на этого ребёнка. I mean, really look at her. Я имею в виду, посмотрите. Реально посмотрите на неё. Хорошо, мы смотрим на этого ребёночка пиксельно. Она милая. Она офигительная. Она квадратная. Угольная, точнее. And she's got gumption. И у неё есть gumption. She's indestructible, but lacks goodings. Её невозможно разрушить. And without goodings, she's not a more foundation to speak of. No cure at all. Короче, её нужно направлять постоянно, насколько я понимаю. Этой девочку нужно воспитывать. Now watch this. Теперь смотрите вот это. Так, чё мы смотрим? Incredible. Невероятно. This transformation is just beautiful to watch. Это просто невероятно смотреть на это. На что? This dad has changed everything. Этот папочка изменил всё. He's helped shape her into the best weapon she can be. Он сделал из неё лучшее оружие, которое когда-либо могло из неё получиться. But in good... Но он тоже изменился, пока делал это. Что он делал? Isolated this dad is just an alone person. People are flawed. Короче, отец чокнутый. But dads, dads have strong feet. Но у папочки, папочки есть сильные ноги. They are sturdy, ready to take on the world's challenges one step at time. А этот папочка готов своими сильными ногами выполнять любые испытания, которые мир ему предложит. Сильные ноги показывает нам. You could be a dead dude. Тоже можешь быть отцом. Одним днём. В один день. One day. За один день я могу быть отцом, да? Так, и почему у меня человек не поворачивается? Почему он бежит спиной? Папочка... А, во. Во-во-во. Мы поймали курсор мыши, ребята. Давайте посмотрим. Yeah. Save the game. Сохранить игру. Ну, давайте сохраним игру. Мы сохранили игру. А, нужно нажимать постоянно Е. Какие-то доктора. У-у-у. This is taking too long. Слишком долго. Что слишком долго? Давайте подойдём. Поговорим с ней. There is a way too many steps to becoming a dead. А, сейчас я буду становиться отцом. Слишком... О, здесь есть очень много варианций, как стать отцом. If there is some, sir... А, есть какой-нибудь короткий путь? Давайте подойдём. Поговорим с доктором. Hey, yo. You must be the next candidate. If that's right, ты, наверное, новый кандидат. Это так? Ты, вер... Ты прав, чувак. I guess you look... Ты выглядишь как папочка. Kinda shorter. Правда, маловато, низковато. Well, my guess is not really my place to judge. I'm just... Я, короче... Ну, это не мне, короче. Выбирать отца и судить вообще, кто как выглядит. Я лишь секретарь. Добро пожаловать на старт твоего папочкиного квеста. As you probably know, in order to become dead, you must overcome a number of challenges. Прежде чем ты станешь отцом, ты должен выполнить ряд испытаний. So, to just... Дай-дай-дай-дай-ка я посмотрю на твои руки. Рука отца. Твоя милая рука отца. Хорошо. So, basic brain function... Короче, все нормально. Maybe you have what it takes after all. Well, the exit is over here. Over there. Type your name in numpad... Короче, вот там вот выход. Введи свое имя на какой-то херне. И, типа, ты станешь папочкой. А, совсем забыл. Вот твое папочкино снаряжение. Это очень важный эквип для того, чтобы ты был отцом. Нажми тап, чтобы посмотреть, что это такое. Ну, у меня есть рука отца. Рука отца, блин. Черт подели. Ладно, давайте... Давайте я введу свое имя. Я папочка Шиморо. Папочка Шиморо погружается, соответственно, в игру. А, давайте смотреть, что из этого получится. Ну, так-то все миленько. Все довольно миленько. И это погружает меня в очень старенькие игрушки, ребята. Так, я могу вот так вот прятаться. Папочка может прятаться, толкать. Чё это такое? Экран начинает трястись, ребята, когда я рукой поворачиваю. Точнее, руку свою выставляю. Я вообще большой фанат того, чтобы ничего не помогать никому. Короче, чтобы люди сами добивались всего. Ну, ладно. Стой! Ты чё, дурак, чувак? Look at the giant, Gabby. Don't you know that... Ты разве не знал, что папочки не умеют плавать? Don't they teach you anything in that school anymore? Они больше тебя в папочке на школе ничему не научили, что ли? Хм. I'm letting the cross know, but now you wanna... Кенсу, ты понимаешь, что ты не можешь плавать? Да, я понимаю. Хорошо. И мне дают шкафчик, видимо. Видимо, папочка... Опа! Я могу цепляться, чёрт побери. Папочка умеет. Папочка умеет, ребята, плавать. Так, бежим дальше, смотрим. Воу-воу-воу! Ты сделал это, чувак! Отличная работа! А папочке нужно быть и физически сильным, и ээээ... И физически, и эмоционально сильным, чтобы выжить здесь. Below your... The dead's... Who emotionally destroyed by the... Короче. Край down your knees, listen to them sweep once you... Короче, пригнись и слушай, как хрустят твои ноги. Чё, блин? Чё мне нужно сделать, чувак? Go on now. 63 кратч down and listen to them sweep. Короче, пригнись и слушай. А-а-а, я могу подглядывать внизу, посмотрите. I mean, I'm guessing I'm pretty same. Мне кажется, я очень сильно расстроен. Это другие папочки, видимо. А мы пойдём наверх. Наш отец побежит наверх. Где мой ребёнок, кстати? А-а-а, это же квест отца. У меня должен быть... О-о-о-о! Выберите ребёнка. Мальчика или девочку. У меня девочка будет. Зюльма. Зюльма. Зюльма, 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 Зюльма. Зюльма. Май бьюти. Бе-а-ути. Моя красавица. Моя прелесть. Берём мою прелесть. Да ну нахрен! Я вот так вот должен... Господи! Что ты делаешь с ребёнком, отец? Так, ладно. Бежим дальше. Привет, 63-й. Видимо, ты прошёл наше первое испытание. Интересно. Вообще, как бы, они очень удивительные. И удивительно, что ты их прошёл. Но, видимо, многие, короче, ломались. А ты не сломался. Ты физически, эмоционально стабильный. Отлично. Хорошо. В любом случае. Теперь у тебя есть ребёнок. Слушай меня внимательно. У тебя есть ребёнок. Ребёнок. Ещё раз повтори. Ре-бё-н-э-к. Ты понимаешь вообще ответственность этого всего? Да, понимаю. Хорошо. Потому что это делает тебя отцом прямо сейчас. Ты это понимаешь? Ты прошёл. Поздравляю. Твои следующие тесты находятся вон в той комнате. Пожалуйста, проходи туда. Куда? Ты должен научиться призывать своего ребёнка. Призыв своего ребёнка – это очень важная часть, чтобы быть отцом. Особенно, если твой ребёнок молод и слишком мал ещё. Короче, это очень просто. Ты когда-нибудь использовал компьютерную мышь до этого? Ну, в общем, это примерно так же. Представь, что ты нажимаешь и левую кнопку мыши представляет, представляет очень сильно, прямо перед собой, что это вот происходит прямо здесь. Когда ты это представишь, короче, ребёнок будет призван. Давай попробуем. Левую кнопку мыши. Ребёнок. Опа! Невероятно, невероятно. Ты сделал это. Поздравляю тебя. Теперь ты умеешь призывать своего ребёнка, и ты настоящий отец. Призыв ребёнка – это лишь начальная часть. Дальше идёт битва. Битва – это тоже часть воспитания и отцовского духа. Ребёнок должен чувствовать его. Используй своего ребёнка как оружие. There is two aspects of your combat with a child's throwing. Ты можешь махать своим ребёнком и кидать его в противников, чтобы научиться этому. Я привёл, типа, компьютерную мышь как пример. Ну, чё-то такое, ребята. А теперь ты можешь кинуть своего ребёнка через правую кнопку мыши и левую кнопку мыши. Да, давай. Хорошо, идеально. В общем, помни об этом. Вот так вот. Призыв ребёнка. Призыв. Маленькая. 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 Маленькая не призывается ко мне. Давайте дальше дрючить. А теперь вот так вот. А теперь вот так вот. Давай, давай, девочка моя. Идеальное оружие. Вот так вот. Папочка тебя любит, родная. Так, мы получили что-то. Вставить ребёнка, видимо. Мы вставили ребёнка и проходим на следующий уровень, ребята. Следующий уровень испытаний. Так, куда же отец побежит дальше? Давай. Ой, тут монстр. Какой-то монстр. Пикамон. Тихо. Тихо, девочка моя. А, понятно. Когда он раскрывается, нам нужно его поймать, ребята. Вот так вот делаем. И теперь всё просто. Извисим его. Так, спокойно. У нас две жизни. Всё, теперь-теперь я понял. Отходим. Отходим назад. Хорошо. И вот так вот. Мы победили противника. Мы победили противника и нам открывается новый уровень. Две жизни я потратил. Чёрт подери. Так, ещё одна жизнь у меня здесь есть. Хорошо. Так, хорошо. Мы можем взять... There is some text teaching to this statue. A break during that emergency. Разбей, говорит. Так, хорошо. Мы жизни восполнили. А теперь что мы можем? Здесь мы можем использовать руку отца. Это не работает. Здесь мы можем использовать ребёнка. Это тоже не работает. Хм, это заперто. Интересно, а что я должен сделать здесь? Так, используем ребёнка и открываем проход. Эй, отец. I level with you. I'm kind of scared of all these animals. We keep locked up. Короче, меня пугают все эти животные, которые заперты там справа. В общем, ты можешь разобраться с ними, насколько я понимаю. Сейсач. Короче, у меня есть способность видеть через стены или сквозь стены. Чё-то такое. Zookeeping? Древние? Короче, первые хранители животных появились 10 лет назад. I was like 25. Мне тогда было 25. Ты можешь в это поверить? Он какую-то дичь нам втирает. Anyway, animals are living creatures and should be respected at all costs. Короче, животные тоже живые создания, поэтому их нужно уважать. Говорит нам чувак. Неважно, что ты хочешь с ними сделать. Сокровища? Let me open this dome for you. Have fun playing these animals. Короче, удачи тебе играть с этими животными. Подождите. Мне их нужно будет звездануть, что ли? Ну давайте порубим их, ребята. Давайте порубим их, посмотрим, что из этого получится. Удачи! Have fun, блин! Давай, ребёночек мой. Давай, маленькая. Давай, за папочку. За папочку. Вот это раскидончик. Вот это раскидончик. Что? У меня повзрослел ребёнок. Выберите опилку. Пирсинг. О, пробивающий удар и станющий удар. Давайте пирсинг шоу. Heyo, looks like your child level up. That means you now have a charge ability. Короче, у тебя теперь есть обилочка. А, поэтому использую её. А charge ability, как я её буду использовать? А на какую кнопку мыши? На какую кнопку мыши мне использовать обилочку? С чарджем. У меня должен быть пирсинг страйк, насколько я понимаю. Нам пойти наверх или вон туда? Там заперто, подождите-ка. Charge ability. Что-то должно быть рядом, по идее. А, вот, наверное, зажимать нужно. Да, я там не прочитал. Так, девочка моя. Девочка моя, не дёргайся. Хорошо, 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 хорошо. Опа. Да, вот она, чарджа-билочка. Я понял. Зажиманием левой кнопки мыши. Зажимаем вот так. У-ху. Давай, маленькая. Хорошо. Прокидочка. Прокидочка пошла, ребята. Отлично, замечательно. Ребёнок у нас... Опа, прокачанный. Вот, сука. Вот этот, вот этот вот меня бесит, писюн. Вот этот писюн меня раздражает. Давай, девочка моя. Давай, покажи, как ты умеешь с папочкой. Вот так вот. Давай, давай, давай. Опа. Давай, маленький. Давай, покемон какой-то, ребята. Убиваем покемонов. Убиваем покемонов своей дочкой. Дочка продолжает прокачиваться. Мы идём дальше. Ещё один покемон здесь. Покемон, забирайся в покебол. Чёрт подери. Чёрт подери, он меня дрючит. Он меня дрючит. Так, хорошо. Вот так вот. Девочка, иди к папочке. Хорошо, маленькая моя. Давай, давай. Папа знает, как делать это. Вот так вот. Так, и у нас открылась какая-то дверь. Забираем вот здесь вот экспириенс и идём в неё. Видимо, нам сюда нужно. Так, здесь птичка. Птичка нам не нужна. Продолжаем прокачивать ребёнка. Ребята, я не знаю, насколько здесь можно прокачать ребёнка, но это просто дичуга. Воу-воу-воу-воу-воу! Вот этого я не ожидал. Вот этого я не ожидал. Посмотрите. Вот эти вот самые бесячие пацаны, на самом деле. Вот как он меня сейчас задел. Вот как он папочку задел. Вот так тебе, Вонюшка. Вонюшка, Вонюшка, Вонюшка. Хорошо, хорошо, забрали. У нас очень мало жизней. Здесь дамочки какие-то. С ними пообщаться можно? My family is dead. Моя семья мертва. Замечательно. Listen, I'm only paid to tell you what to do. Мне, короче, заплатили, чтобы я рассказал тебе, что делать. Типа, отвали от меня. Так, здесь птичка. Здесь никого. Замечательно. Птичек мы просто зарезаем. Из них почему-то не падают жизни. Хотелось бы, чтобы падали жизни ещё, друзья. Ладно, давайте идём дальше. Я хороший папочка. И у меня девочка хорошее оружие. Хм, эксперименты. Здесь разговаривают про экспер... О, он его не дрючит, ребят. Там какой-то другой сильнее покемон. А здесь, значит, какая-то оби... Не обезьянка, а этот самый, блин... Свинья. Что-то там делает свинья непонятная. Так, разрезаем здесь всех. Хорошо, я хороший отец. Я всё в себя принял. Идём дальше. Так, это что такое? Это какая-то херня. Green it says card. Есть карточка у нас теперь. Теперь у нас в инвентаре есть карточка, которую я могу использовать, да, для чего-либо? Ну-ка. О, я смог открыть. Я свободен, какой-то бомж. Бомж? Хе-хе-хе-хе. Хм, а бомжа... С бомжом я ничего не могу сделать. Это очень странно. А для чего тут этот бомж вообще? Green it says card. Здесь босс какой-то будет? О, господи. Воу-воу-воу. О, мы его ушатали сразу, родная. Замечательно. Это был какой-то мини-босс, ребята. Капитан Америка, типа. Идём дальше, смотрим. Так, здесь мы можем засейвиться. Сохраняем игру, хорошо. Используем green card. И проходим дальше. Так-так-так, а это чё такое? Remember, hold the left and right mouse button to use. Ммм, чтобы использовать обилки. Listen, I'm only paid... Всё то же самое, ребята. Туда я пройти могу? Хмм, это я попадаю туда же. Видимо, нам теперь наверх нужно слазить. Чё-то это как-то очень странно. Чё-то мне здесь закружили голову совсем. Ну-ка, девочка моя, пошли наверх. Пошли наверх, посмотрим, чё там наверху. Нам же нужно прокачаться ещё. А, там карточку как раз можно использовать. Точно, я же получил карточку. Но у меня нет хпшечки, ребята. Отец без хп сейчас. Это очень плохой знак. У папочки должно быть хпшечка. Хпшечка, тан-тан. Хпшечку мне, пожалуйста. Так, грин-карт. 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 Хмм, а здесь мне нужно добыть что-то другое, ребята. Здесь рука отца не работает. Здесь больше нет жизней. А, видимо, нам сюда теперь пробиваться. Давай, девочка моя. Здесь птичка. Тут какой-то бомж. Не знаю, чё с ним делать. Так, проходим дальше. Чё-чё говорит этот пацан? If I was a dead, I could jump up from the ladder and the grab. Короче, если бы я был отцом, я бы прыгал по лестнице. Уда-то бы туда. Хм. Ну, давайте посмотрим, чё здесь есть. Здесь ещё птичка. Мы продолжаем прокачивать нашу девочку. Ох ты ж, сука! Блин, биться с ним или нет? Биться с этим покемоном. Это очень неприятный момент. Чё пробел-то не работает? Да прям перед ним. Главное не отлететь. Главное не отлететь, ребята. Давай, я супер-папа. Я не отлетаю просто так. А-а-а! Идиот! Пробел не работает, когда слишком близко. Чёрт подери! Пробел не работает, когда слишком близко, ребята. Я всё понял. То есть, короче, здесь не работает клавиша. Если уже близко, то, как бы, скажем так, удар приходится заранее. Но, в принципе, это нормальное явление, потому что в таких играх я такое уже встречал. Особенно на Денди, ребята. Когда ты вроде жмёшь кнопку, но кнопочка уже не работает, к сожалению. Давайте мы пройдём сейчас по низу. Нам нужно найти хпшечку, чтобы воевать дальше и прокачивать нашу девочку. Так, ага! А здесь мы не пройдём никоим образом. То есть, нам в любом случае нужно побеждать негодяя, который там. Так, хорошо, проходим. Я уже опытный, папочка. Я уже опытный, папочка. Так, тихо, спокойно. Птичку заберём. Птичку заберём. А, так девочка не работает у меня. Ну давай, давай, пиздёк. Давай, сбивай меня. Сбивается. Не получится у тебя ничего. Давай, я опытный, атец. Главное, близко не подходить, иначе прыжок не будет работать. Вот, хорошо. Забрали, здесь экспириенса должно быть много. Теперь мы можем спуститься вниз, как раз. Эй! Эй, ты, будь тише! I'm driving to... On the people. Что это за сектант? Меня зовут Джет. Как тебя зовут? Почему ты уделяешь мне столько внимания? Почему я должен вообще общаться с тобой? Эй, ты, будь тише! Короче, чувак какой-то неадекватный, ребята. Ой, красная карточка. Эта карточка нам и была. Password? Джет? Джет, наверное, да? Я забыл, как его зовут. Подождите-ка. Он должен мне сказать пароль. По-любому должен сказать пароль. Эй, ты, будь тише. Так, 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 так. I bet you're talking to me, and you may my name... Джед. What's your name? Pay into me, I'm a little... Джед. Джед. Ребята, давайте проверим, это работает или нет. Может быть, реально это так... Джед. Не работает? Что за херня? А какой пароль? Как мне узнать пароль? Господи, боже мой! Видимо, нам нужно было с ним побольше пообщаться. Девочка, а ты можешь, кстати, как-нибудь пролететь и звездануть это все? Нет, она не может. Так, пароли я не могу узнать, значит, у него, да? Еще раз, давайте попробуем. Он ничего, короче, не отвечает. Явно пароль не у него, ребята. Три точки, это значит, что он просто молчит, поэтому здесь тоже ничего не сработает. Да, здесь такого даже вариации нет. Просто пустой пароль. Отец может быть пароль. Может быть, отец пароль? Дэд? Давайте проверим. Хм, пароль не работает никоим образом. А где мне узнать тогда пароль? В этом вся проблема. Там свинка запертая, туда я попасть не могу. Чувак, ты знаешь пароль? It was a data stuck forever, although uncoordinated... Хм, здесь тоже пароля нет. Здесь я ничего... А если выкинуть девочку? А, это притяжка, девочки. Это не то совсем. Это я ловлю девочку. Она бежит ко мне, но... Господи, я не знаю пароля, ребята. Я понятия не имею, какой может быть пароль, потому что у меня здесь никаких вообще... Пароль ребенок может быть. Чилд. Ну, давайте проверим. Би квайет, может быть тишина. Давайте проверим, давайте проверим. Вдруг, вдруг работает. Чилд. Чилд. Мм. Мэ. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Хер его знает, ребята. Хер его знает. Что за пароль, подсказок нет, но, тем не менее, друзья, мы дошли с вами... Неправильно написал. Неправильно написал, я вижу. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Еще раз. Еще раз попробуем. Ну, явно не тишина. Явно не тишина пароль. Так. Так. не работает короче друзья а значит пароль нужно искать может быть его нужно искать где-то в других местах тем не менее что я могу сказать по поводу игрухи она довольно веселая и время проводить в ней можно скажем так игруха довольно забавная вот это был первый взгляд такой вот я не планировал в принципе у я чё все обновилась я не планировал в принципе я могу прокачать еще раз девочку нет девочку не могу вот я не планировал делать прям долгий такой обзор но получился он довольно долгим но поугарать можно поугарать можно ребята игра называется dead quest всем спасибо как всегда за просмотр с вами был как всегда шумору друзья и мы увидимся уже на новом видео девочка ну-ка блин открывай мне дверь она не открывает дверь да всем пока до новых встреч